Привет, друзья! Татьяна Пельцер, народная актриса СССР, удостоившаяся сталинской премии. Трудилась в Театре Линкома, Сатиры, Имма Совета, в Ярославском драмтеатре. Татьяна Пельцер, талантливая актриса театра и кино, которая, вопреки отсутствию профильного образования, смогла стать известной и получить гордое звание народной артистки СССР. Играла простые и зрителю роли, которых требовала советская эпоха. Родилась Татьяна Пельцер, 6 июня 1904 года в Москве. По материнской линии предками были известные евреи. Дед, представитель духовенства, главный раввин в Киеве. Предки по отцу, чистокровные немцы. В семье чтили немецкую культуру и обычаи. Вплоть до начала Великой Отечественной войны разговаривали только на немецком языке. Отец Татьяны был известным актером и режиссером, снявшим несколько фильмов. Также он часто играл в театрах. Папа для девочки всегда являлся объектом для подражания. Глядя на него, Таня твердо решила стать известной на всю страну актрисой. Отец научил дочку оптимистичному взгляду на жизнь, воспринимать мир многогранно, видеть разные стороны одного и того же события. Беря пример с папы, Таня потихоньку осваивала при мудрости актерского ремесла. Первые роли Татьяны Ивановны были сыграны именно в отцовских спектаклях. В 9 лет Таня заработала свой первый гонорар, она получила его за игру в пьесе под названием «Дворянское гнездо». Профессиональное образование актрисы театра Татьяна Пельцер нигде не получала. Это мешало ее карьере, ведь без профильного диплома даже очень талантливую актрису практически нигде не воспринимали всерьез. Признание пришло к Татьяне Пельцер довольно поздно, уже когда ей было за 50. Татьяне Ивановне пришлось сменить много театров из-за отсутствия профессионального признания в глазах начальства и коллектива. Профессиональный путь Татьяны Пельцер начался в 1920 году, когда девушке только-только исполнилось 16 лет. Она поступила на службу в передвижной театр политуправления. Но здесь Татьяна долго не задержалась. Она меняла театры чуть ли не каждый год. В 1923 году Татьяну Пельцер исключили из театра Массовета за правнепригодность. После этого ей пришлось подрабатывать машинисткой, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Живя в Москве и имея духовную близость к немецкой культуре, Татьяна Пельцер знакомится с немецким коммунистом и подающим хорошие надежды философом Гансом Тейблером. Отношения закончились свадьбой в 1927 году, а спустя несколько лет Татьяна Пельцер переезжает вместе с мужем в Берлин. Там Татьяна трудилась машинисткой при торговом представительстве СССР. Эрвин Пискатор, известный немецкий режиссер того времени, узнал о Татьяне и пригласил ее на игру в свою постановку Инга. Но благополучная жизнь российской эмигрантки оказалась не по нраву Татьяне. У нее не было проблем с языком, а с культурой Германии Татьяна знакома с детства благодаря своему отцу. Тоска по родине и портящиеся на этой почве отношения с мужем привели к разводу. Девушка вновь возвращается в СССР. Татьяна меняет фамилию на Пельцер, но с бывшим супругом Гансом дружеские отношения поддерживались на протяжении десятилетий после развода. В 1931 году актриса восстановилась на работе в театре имени Масовета. Но в 1934 году Татьяна вновь возвращается к ремеслу машинистки на заводе ОМО. Здесь главным инженером трудился ее брат Александр. Из театра Татьяну уволили, с уже знакомой ей формулировкой по причине профессиональной непригодности. В 1936 году разочарованная, предвзятым отношением московских театралов Татьяна Пельцер решила переехать в Ярославль. Здесь актрису приняли на службу в старейший драматический театр России. Но больше двух лет в провинциальном городе Татьяна Пельцер проработать не смогла. Актрису тянула в родную Москву, куда она и вернулась как раз к открытию нового театра миниатюр. На сцене нового театра миниатюр Татьяна Пельцер отработала 7 лет. Играть ей приходилось обычные пролетарские роли – банщиц, молочниц, продавщиц, гардеробщиц. Имея аристократическое происхождение и высокую самооценку, Татьяна немного посмеивалась над своими ролями. Но работа есть работа, тем более, что актерское ремесло Татьяна действительно любила всей душой. Карьерный рост шел крайне медленно, в основном из-за отсутствия профильного образования. Уже через несколько месяцев после начала выступлений в театре миниатюру Пельцер появились первые поклонники ее актерской игры. Расцвет карьеры Пельцер связывают с работой в Московском академическом театре Сатиры, в котором она начала работать с 1947 году. Работа в театре так сильно увлекла актрису, что он стал ее вторым домом. Игре на сцене актриса отдавалась очень самозабвенно, поэтому вполне закономерным результатом стал приход к Татьяне всесоюзной известности. Это произошло после игры роли Лукерья в постановке «Свадьбе с приданным». Постановка была снята на пленку, начали показывать в кинотеатрах по всей стране. Пик творческой карьеры актрисы выполн на 70-е годы. Особенно понравились зрителям роли Марселины в «Женитьбе Фигаро», «Просковье в старой деве», «Тете Тони» в постановке «Проснись и пой». Татьяна играла простые и понятные роли, которых требовала линия партии. Но актрисе очень сложно давалась подобная игра, она часто забывала слова и начинала импровизировать на сцене. В 1972 году Татьяна Пельцер стала народной актрисой СССР. В этом ей во многом помог Марк Захаров. Он поставил Пельцер в главных ролях в Московском академическом театре в пяти спектаклях. После ухода Захарова в Линком Пельцер не смогла сработаться с новым руководством. Поэтому Татьяна Ивановна также переходит в Линком, чтобы уже в преклонном возрасте начинать все сначала. В молодости Татьяна не блистала красотой, такой чтобы покорять мужчин. Однако девушку среднего роста с довольно крупным носом отличал магнетический взгляд и неуемный характер, именуемый пионерским. Актриса была очень начитанным человеком, любила дружеские вечеринки, могла вставить крепкое словцо и часто шутила. Замуж Пельцер вышла только раз, за немца Ганса Тейблера. Они прожили вместе четыре года и развелись, потому что Татьяна влюбилась в другого, о чем стало известно мужу. После развода бывшие влюбленные сохранили теплые отношения, продолжали переписываться. Мужчина женился во второй раз, но приезжая в Москву, обязательно заходил в гости к актрисе. Его сын тоже гостил в квартире знаменитости. В театре, где служила исполнительница, неоднократно обсуждались слухи о ее романах и даже тайном браке. Но семьей артистки оставались отец и брат. Последние годы жизни Иван Пельцер прожил у нее, молодая супруга выставила мужчину за дверь. В 1959 году дорогого для Татьяны человека не стало. Она тяжело переживала этот удар судьбы. Приходилось ухаживать и за Александром, который после аварии превратился в инвалида. От него тоже отказались жена и дети. Брат ушел из жизни в середине 70-х. О том, почему у актрисы не было детей, рассказала в интервью ее бывшая домработница. По словам Анны Кукиной, уже в зрелом возрасте Пельцер перенесла выкидыш, после чего уже не смогла забеременеть. Названным сыном исполнительницы стал Леонид Харитонов, чья смерть была для нее тяжелой утратой. В 80-е Татьяна Ивановна начала забываться, стала подозрительной и страдала от мании преследования. Она продолжала выходить на сцену, но болезнь прогрессировала, из-за чего артистка оказалась в психиатрической клинике. Поначалу ее поместили в общую палату, но усилиями коллег по линкому удалось добиться перевода в отдельную. После курса терапии Пельцер стало лучше, она смогла вернуться домой, но работать как прежде уже не получалось. Вскоре у знаменитости вновь начались проблемы с адрессией, ее пришлось поместить в клинику, где она в итоге и умерла. Незадолго до смерти артистка сломала шейку бедра и уже не вставала. 16 июля 1992 года к ней, как обычно, пришла домработница Анна. Обработала пролежни, сменила постель и угостила Татьяну Ивановну любимой сигаретой Мальбора. Актриса с удовольствием выпурила ее всю. Через три часа медсестра сообщила главврачу клиники, что Пельцер скончалась. Причины смерти, как писали СМИ, пневмония и инфаркт. На похоронах народу было немного, лето, пора отпусков, театры на гастролях. Продавцы цветов, узнав, для кого предназначались букеты, отдавали их бесплатно. Могила Татьяны Ивановны на Введенском кладбище, рядом с матерью, отцом и братом. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.